Итак, продолжаем наши уроки касательно жизни. В 28-й особенности жизни было сказано, что жизнь обращена к шести столпам веры и доказывает их, а также указывает на их реальность. То есть там, где мы в уроке говорим, что такое жизнь, жизнь доказывает все столпы веры своим существованием. Да, поскольку в этой вселенной самым важным итогом, самой важной основой и смыслом ее создания является жизнь, то, конечно, эта высокая истина не ограничивается таким бренным, коротеньким, недостаточным и мучительным мирским существованием. Скорее целью древа жизни, величие которого становится понятным через 29 ее, то есть жизни особенностей, результатом и плодом, достойным ее величия, является вечная жизнь, и жизнь в ином мире, и жизнь в краях счастья, где жизнью обладают и камни, и деревья, и земля. То есть если такой результат есть, то смысл создавать жизнь, столько на нее тратить был. Иначе это древо жизни, оснащенное таким бесчетным серьезным снаряжением, относительно разумных существ, и особенно человека, окажется бесплодным, бесполезным и бессмысленным. А в таком случае человек, который по своим способностям и оснащению превышает, например, такое создание, как воробей, в 20 раз, и который в этой вселенной среди живых существ является самым важным, самым высоким и серьезным созданием, опустившись в отношении обретения счастья жизни в 20 раз ниже того воробья, станет самым несчастным, самым ничтожным бедолагой. То есть если не будет вечной жизни, то человек самым несчастным человеком, то есть созданием становится. Человек, чем животное даже, таким несчастным становится. И тогда, то есть если не будет вечной жизни, разум, который является самым ценным благом, постоянно причиняя боль в сердце человека, своими мыслями об огорчениях прошлого и страхах будущего, примешивание тем самым к одному наслаждению 9 мучений окажется самой горькой бедой. Это же является стократной неправдой. Значит, эта мирская жизнь твердо доказывает стол первой виной в мир и каждой весной показывает нашим глазам более 300 тысяч образцов воскрешения. То есть, например, разум является даром, никто же разум не захочет потерять, но если не будет вечной жизни, он уже даром не становится, потому что он все приносит огорчение прошлого, страхи перед будущим, например. Но если есть вечная жизнь, тогда человек, понятно, что разум для него становится даром. Тогда есть смысл в хороших деяниях, тогда есть смысл какой-то нравственности, справедливости, в этом сострадании. То есть, узнаешь, есть результаты вечной жизни. Создания дают вечные плоды, души людей вечны, вечный рай. Тогда все это на свои места становится. То есть, смысл был тогда создавать и столько тратить затраты делать на эту жизнь. Если есть вечное место, понятно, все понятно, на своих местах. То есть, жизнь в этом мире, которая есть, она сама доказывает, что его результат – это вечная жизнь. И еще что делает, показывает его примеры. То есть, каждой весной столько миллионов созданий, сколько тысяч видов, да, умирает и воскрешается за новым. То есть, как это будет, маленькие примеры постоянно показывают. «Интересно, если один всемогущий правитель, Мутасариф и Кадир, с мудростью, с благосковностью, с милостью, подготавливает в твоем теле». То есть, в нашем теле, например, уши, глаза, язык, такие, разум, все, чтобы пользоваться этим, наслаждаться этим дарами. «И в твоем саду, и в твоей стране, все нужное и подходящее для твоей жизни, все ее необходимости и все оснащение, и вовремя доставляет это». Вовремя – вода, воздух, какие-то дары, который знает и слышит даже частную и незначительную мольбу твоего желудка, желающего постоянства и жизни. То есть, наш желудок желает постоянства и жизни, и что перед ним, сколько видов пищи, да, создано. И абрикосы, и там, разные там, и еда всякого вида, да, то есть, там, и рыбы, и мясо, и так далее. На все это Всевышний, что ответил реально на наших глазах, на эту просьбу желудка. Принимает эту мольбу и делает желудок довольным. Есть ли хоть какая-то вероятность, чтобы он, то есть Всевышний, не дал и не видел тебя, и не подготовил бы причин, необходимых для вечной жизни, которые являются самой великой целью человечества. То есть, в первую очередь, конечно, верующих людей, потому что вера, она делает человека, на самом деле, человеком. И вообще всех людей. Все хотят вечно жить, на самом деле. И чтобы он не принял бы самой большой, самой важной, самой достойной и самой всеобщей мольбы человеческого рода, мольбы о вечности, и не исполнил бы ее через притворение, сотворение, постусторонней жизни и создание рая. И чтобы, не слыша раздающуюся по всей Вселенной и в небесах, на небесах и на земле, всеобщую мольбу человеческого рода, являющегося самым важным созданием Вселенной, даже царем и плодом Земли, не придал бы ему важность даже на вес маленького желудка и не сделал бы его довольным, заставил бы отрицать свою совершенную мудрость и беспредельную милость, да ни за что, сто тысяч раз ни за что. И можно ли вообще допустить, чтобы он, то есть Всевышний, слыша самый скрытый голос, самой ничтожной формой жизни, услушая ее жалобы, давал бы лекарства, оказывал внимание, ухаживал за ней совершенной тщательностью и заботой, заставлял бы внимательно служить ей и сделал бы слугами для нее большие создания, то есть для жизни что служит земной чашь, солнце, луна, большие создания и сделал бы слугами для нее большие создания, а затем не услышал бы подобный небесному грому высокий голос самой великой, ценной, вечной и капризной жизни. То есть такое имена, на которые постоянно Всевышний ухаживает, допустим, с людям все необходимые условия создал, там все эти плоды ему, дары всякие, посылает постоянно. И не обратил бы внимания на ее серьезную по вечности, ни упрашивая, ни на ее упрашивание, ни на ее нужду. Словно совершенной заботой оснарядил бы и руководил одним солдатом и не обращал бы совершенно никакого внимания на послушную великую армию. «Видел бы частицу, а солнце не видел. Слышал бы песок омара и не слышал бы небесного грома. Да никогда, сто тысяч раз, никогда». То есть, самое качество, скажем, видеть, если ты издалека что-то хорошо видишь, читаешь, допустим, надписи, если рядом с тобой большие буквы и будет что-то написано, невозможно, чтобы ты его не увидел. Точно так же у Всевышнего есть отвечающие на просьбы, на самые маленькие формы жизни, скажем, какая-то пчелка там, допустим, или муравей, желают то, что необходимо им для жизни, и пропитание там, или воздуха. Всевышний отвечает на наших глазах, или на незначительный желудок материальный, да? На его просьбу отвечает, то есть, это качество отвечает на просьбу, значит, у него есть, дает. И самое важное из созданий – люди, самые важные из людей – верующие, постоянно просят, желают вечности, рая желают, которые для Всевышнего создать легко, потому что у него бесконечное могущество. Так же легко, как он создает один цветок, создает и весну, и так как создает весну, и рай для него легко создать. Конечно же, ответить на эту мольбу. И может ли в каком-то отношении принять разум, чтобы один всемогущий и мудрый, бескрайне милостивый, в бесконечной степени сострадательный и любящий свои творения, и пробуждающий в них любовь к себе? То есть, этот степени на деле постоянно одаривает нас всякими красивыми видами, образами и вкусами, дарами. Что делает, чтобы мы его полюбили, делает такие подарки. И еще больше любящих тех, кто любит его, то есть, верующих людей, поклоняющихся, казнив вечной смерти эту любящую его больше всего, милую и любимую, по своей сути обожающую своего творца жизнь и душу, являющуюся сутью жизни и ее драгоценностью, обидел бы и расстроил на вечно этих любящих и любимых, нанося ужасное оскорбление, опроверг бы и заставил отрицать тайны своей милости и свет своей любви. Да ни за что, сто тысяч раз ни за что и никогда. То есть, Всевышний Аллах, Субхан Аллах, чист от всяких недостатков, от того, чтобы такую жестокость сделать, взрастить верующих людей такими дарами, любовь свою проявить. И они тоже полюбили Аллаха. Аллах их полюбил и потом уничтожить. Такого невозможно. Так прелестно украсившая эту вселенную абсолютная красота. Джимали Мутлах Всевышнего. Это абсолютная милость, пробуждающая во всех созданиях любовь к себе. В бесконечной степени далека и чиста от такой беспредельной мерзости, от такого абсолютного безобразия, от такой абсолютной несправедливости и безжалостности. Вывод. Поскольку в этом мире есть жизнь, то, конечно, те из людей, которые поняли тайну жизни и не злоупотребили ей будут удостоены вечной жизни в краях постоянного счастья и в вечных садах рая. И так оно и будет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok